Машина уходит в тоннель, пробка остается. Самарцы, которые раньше наблюдали стройку лишь из окна, наконец-то смогли увидеть, как там в подземной части развязки. Сейчас внутри кольца продолжаются отделочные работы. Пока движение в тоннеле пущено по левой полосе и только в одну сторону. Но уже в эти выходные и в город, и из города автомобили будут проезжать только через тоннель. Верхнее кольцо полностью перекроют. Сегодня левую сторону тоннеля в тестовом режиме запустили по одной второй тоннеля. Одна полоса зарезервирована. Пока движение из города осуществляется через тоннель, въезд по старой схеме. В субботу утром будет закрываться Волжское шоссе для того, чтобы примкнуться к тоннелю, выполнить этот узел такой же, как и в сторону Ракитовского шоссе. И движение в город будет пущено как раз по резервной полосе. Волжское шоссе присоединят к развязке примерно в середине августа. К этому же сроку должны завершиться и работы в тоннеле. А уже к началу сентября он заработает по полной схеме. Одновременно будет пущен тоннель и возле ипподрома. Работа проводится по графику. Строители планируют, что к началу осени от Кирова до мехзавода можно будет проехать прямоходом. То есть останется сделать дороги-дублеры. Тогда же будут полностью смонтированы коммуникации, которые будут обеспечивать отведение воды в городскую ливневую канализацию. В сентябре у нас также должны закончиться здесь обустройство насосных станций. Резервуары уже стоят. Все подготовительные работы сделаны. Осталось только подвести питающие токи и, в принципе, запустить насосную станцию. Параллельно с главной дорогой строятся дублеры, которые обеспечат разгрузку основных узлов московского шоссе. А также проводятся работы по благоустройству. Это газоны, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А полностью все строительные работы завершатся к 1 декабря этого года. Так что уже в период новогодних праздников проехать от оподрома до выезда из города можно будет за считанные минуты. Олег Зверев, Максим Гусев. События.